Всем привет, дорогие подписчики, с вами Даня Гейм. Сегодня я бы хотел рассказать про испытания Бравли Дейз. Я бы хотел показать вам, на каких бравлерах там надо играть, какие нужны пассивки, гаджеты. Всё я расскажу в этом видео. Итак, погнали. Всю информацию я нашёл на компьютере, сделал скриншоты и всё у меня сохранилось на компьютере. Итак, начнём. Расскажу про испытания Бравли Дейз. Начало оно начнётся 22 января 2021 года. Для победы нужно занять первое или второе место. Третье, четвёртое и пятое место считается за поражение. Итак, первый этап. Озеро Мир Тусов. Первая победа приносит вам 75 монет. Вторая победа приносит 75 монет. Третья победа 1000 страпоинтов. Второй этап. Всё или ничего. Это карта. Парное столкновение. Четвёртая победа приносит 150 монет. Пятая победа 150 монет. Шестая победа 1000 страпоинтов. Итак, третий этап. Подосовка в Роу Куали. Седьмая победа 225 монет. Восьмая победа 225 монет. Девятая победа 1000 страпоинтов. 2000 озёр. Четвёртый этап 2000 озёр. Десятая победа 300 монет. Одиннадцатая победа 300 монет. И двенадцатая победа Войн Бо плюс 1000 страпоинтов. Я хочу сказать вам, что этот скин ничем не отличается от обычного дефонтного скина за 30 гемов. Да и стоить он будет 30 гемов. Так. Сейчас я расскажу, когда он выйдет в магазин. Так. Он будет стоить 30 гемов. И дата выхода 29 января он будет в продаже в магазине. Называться он будет Войн Бо. Анимация у него дефолтная. Анимация атаки, поражения. Анимация победы и поражения дефолтная. Анимация выстрелов, ульты и атаки дефолтная. Так что это обыкновенный скин. Итак. Приступим к пикам. Я уже рассказал, сколько он будет стоить. Итак. Первая карта. Это Озеро мертвецов. Даю вам советы. Создадим дружескую игру. Выберем карту Озеро мертвецов. Озеро мертвецов. Где эта карта у нас? Так. Озеро мертвецов. Вот она у нас самая первая. Ой. Одиночная. Выберу парню. Так. На этой карте здесь очень много разных стенок. Здесь подойдут в основном метатели. Динамайк, Баррели, Спраут, Тик. Вот такие вот метатели. Но еще это карта для ближников. Так что здесь могут подойти любые танки. Например, Эль Приму. Где же у нас наш Эль Приму? Вот у нас наш Эль Приму. Советую играть с любой пассивкой. Низа в зависимости. Ну, можете выбрать любую пассивку. Гаджет можно выбрать если там есть танки, советую выбрать вот этот гаджет, чтобы вы могли перекинуть любую шели или быка. Ну, а если вы хотите расчистить карту от стенок, советую выбрать гаджет после астероидов. Так. Дальники. Советую играть со второй пассивкой. И можно, скорее всего, выбрать первую звездную силу, потому что там очень много стенок. Кто у нас еще из метателей есть? Так, Барни. Советую играть со звездной силой лекарства. Ну, или можно выбрать вторую пассивку, чтобы быстро ломать боксы. Ну, можно выбрать еще вот этот гаджет. В принципе, он подходит сюда. Так. Кто у нас еще есть из метателей? Тик. На Тика можно выбрать первую или вторую пассивку. Нево зависимости от которой вы хотите. А на Тика у нас один гаджет. Так что Тик в пролете. Советую вообще не брать в карту Тика. Так. Еще на эту карту очень хорошо подходит Биби. Где у нас наша Биби? Биби-биби-биби-биби-биби-биби. Биби-биби-биби. Биби-биби-биби-биби. Где же она? Так. Вот наша Биби. Советую играть с пассивкой Хоум Ран. Ну, и скорее всего с щитом. Советую взять щит. А, гаджет у нее гаджет там не один. Еще здесь может подойти Рейку. Потому что здесь очень-очень много стены. На Рейку советую брать пассивку Суперотскок. Потому что они будут вносить 124 очка дополнительного урона. Вот так вот. Советую играть с этой пассивкой. Ну, на танках вы можете выбрать сами свою пассивку. Например, на Була можно выбрать пассивку здоровья. Ну, а звездную силу советую выбрать на щит. на шейле можно выбрать конечно же на шейле советую взять вам звездную силу аптечку. Вот. Еще советую взять вам первую даджет. Вот так. Итак, переходим к следующей карте. Итак, следующая карта у нас озеро мертвецов. Озеро мертвецов. Итак, где же у нас наша карта озеро мертвецов? Ой, перепутал. Все или ничего? Простите, пожалуйста. Вот, парное столкновение. На этой карте советуется брать Джеки. Джеки, 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 Джеки. Так, запутался я в этих бравлерах. Где же наши Джеки? Так, 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 ну, блин, а где она? Что-то я ее не нахожу. Вот она. Советую брать вам пассивку защитная каска. Очень хорошая пассивка. Ну, и когда вы уже просто можете взять и врываться в центр на этом гаджете и ломать боксы, которые там находятся. Еще сюда можно взять любых танков. Бол, Шелли, ну, еще можно взять розу. где наша роза. На розу советую убрать вам пассивку так, ежовые рукавицы, ну, или отдых на природе. Сами можете выбрать. Гаджет у него один, к сожалению. Ну, конечно же, советую убрать вам Альприму. На Альприму, как я и говорил, какие нужны вам пассивки. Могу сказать, какие пассивки для него нужны. Здесь стенок нету, поэтому запросто можно взять первый гаджет. Ну, и можно взять пассивочку Альфуэгу, потому что она поджигает, дает дополнительный урон. Ну, или, в принципе, можно взять пассивку на скорость. Да, вот такая карта. Вот такая хорошая карта. К сожалению, тестить я эти карты пока что не буду. Так, следующую карту мы выберем. Следующая карта у нас это потасовка в рокуле. В рокуле. Она сегодня у нас доступна, так что можно ее протестить со своим другом. Так, вот как она выглядит. И вот какие должны на него пики. Совет для новичков. Надо проверять кусты, потому что вас могут поймать в любой момент. Вот так вот. Чтобы играть на этой карте, советуется где-то захватить 3-4 баночки. Вот так вот. На этой карте в принципе можно играть любыми бойцами. Можете выбрать любого бойца совершенно. Для этой карты подходят и дальники, и ближники, и любые персы в общем подходят. Можете играть на любых персах вне зависимости которых вы хотите. Вот так вот. Вот такая карта. Можете играть любыми персами. Гаджеты можете выбирать сами на свой цвет и вкус. Итак, переходим к следующей карте. А следующая карта у нас это 2000 озер. Где у нас 2000 озер? Вот. 2000 озер. Вот такая карта. Здесь можно играть на любых персах, но больше всего советуются Биби и Джеки. Потому что Биби с пассивкой Home Run может быстренько подбежать к боксам которые находятся посередине и быстро сломать их. Вот. На этой пассивке. Ну можно в принципе щит выбрать. Еще Джеки. Джеки тоже может быстро сломать боксы. Вот она. Советуется выбирать контр гробилку ну или второй гаджет. Независимость которой вы хотите. Вот так вот. А в магазине у нас появился подарочек. Так. Кто у нас за подарочек появился в магазине? 14 монет. Не густо конечно, но все равно спасибо за такой щедрый подарочек. Скины у нас обычные дефолтные без скидок. Очень жалко. вот здесь подойдет Биби и Джеки. Ну в принципе можно играть на каких-нибудь рандомных персах. Если вы так хотите. Вот так вот. Да. Вот такие вот карты. Запомните. Я вам вначале говорил. Первая карта это озеро мертвецов. Вторая все или ничего. Третья потасовка в рукули. Четвертая 2000 все что вам нужно сделать 12 побед. И все. Если у вас будет 3 поражения или 4 поражения это еще не известно. Вы можете вылететь. Еще известно что это чуть-чуть изменит. И будет вместо 4 поражений 3 поражения. Но информация не точная. Заранее извиняюсь если информация не точная. подсказал вам очень хорошие пики. Надеюсь вы спокойно одолеете все победы и заберете скин Войн Абом. Но если вы не одолеете все победы вы можете купить этот скин в магазине всего лишь за 30 гемов. Испытание будет 22 января а скин Войн Бом будет 29 января уже в продаже. Стоимость ему всего лишь 30 гемов. Если вы не хотите мучиться потеть и проходить это испытание вы спокойно можете приобрести его в магазине 29 января за 30 гемов. А с вами Даня Гейм. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста наберите под этим видео хотя бы 10 лайков подпишитесь и подставьте под этим видео лайк ведь я стараюсь для вас делаю годные видео делаю превьюшки пожалуйста оцените мой контент лайком и подпиской а с вами был Даня Гейм. Всем спасибо за видео и всем удачи всем пока